В Видновском историко-культурном центре Шесть раз в составе корреспондентской группы Владимир Гриневич был в командировках в зоне СВО Последний раз он провел там более трех месяцев И как истинный журналист Владимир собирает различные артефакты, которые могут многое рассказать о боевых действиях Та самая мина-лепесток, которая очень коварная, очень такая противная, которая калечит людей Она уже, видите, она сработанная, деактивирована, поэтому можно спокойно ее использовать в качестве экспоната Бронежилеты и каски, шевроны различных украинских боевых подразделений и личные жетоны Украинские медали и даже разбитая американская радиостанция Все это попало в руки Владимира разными путями В основном материалы это предоставляют бойцы, которые, вот штурмовики, которые бывают, вот, может, непосредственный контакт выходит с противником Вот некоторые экспонаты, как учебник истории, это я нашел в Мариуполе его, в разрушенном здании Нашел в комнате вот этот учебник истории Ну и письма жителей города Мариуполя, которые нам просили, чтобы мы звонили их родственникам Это я, они сами писали, они нам передавали эти листики И когда закончилась командировка, у меня просто рука не поднялась эти листики выбросить Потому что это, я понял, что это какая-то уже часть истории Особое место в этой коллекции занимают части различного оружия Прицелы, приклады и детали боевых механизмов Естественно, вывозить из зоны боевых действий винтовки или автоматы запрещено Это знак Азовца, вот, и количество насечек Вот это оружие принадлежало женщине, снайперше, вот, которую деактивировали И тут даже написано «Люблю тебя, матуся» Все эти экспонаты, они будут использоваться и как на выставках, и обязательно на уроках мужества Максим Козлов, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева Видное ТВ Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова